Екатерина Александровна Климова, российская актриса театра и кино, которая еще известна как исполнительница романцев, наибольшую популярность ей принесли фильмы «Мы из будущего» и «Мы из будущего 2», сериал «Бедная Настя» и фильм «Второе дыхание», за который актриса была награждена медалью Министерства обороны Российской Федерации. Родилась Екатерина Александровна в Москве 24 января 1978 года в семье домохозяйки Светланы Владимировны и свободного художника Александра. Через год после рождения Екатерины отца осудили за непреднамеренное убийство и в следующий раз он увидел дочь только спустя 12 лет. Интересно, что прабабушка Кати по отцу была цыганкой, от которой девушка унаследовала смуглую кожу и некую эмоциональность. В детские годы артистка вспоминает с улыбкой, игры, развитие и взросление Екатерина ассоциирует со своей сестрой Викой, которая принимала прямое участие в сестринском воспитании. И хотя Вика на 4 года старше, девчонки успевали драться и мириться одновременно, но никогда ссоры не затягивались надолго. Климова говорит, что они с сестрой совершенно разные, но это не помешало им находить общий язык. Девочек вдвоем отправляли в лагерь. Мелкие шалости, вроде первой выкуренной сигареты на кухне, сестры творили вместе. В школе Катя не было примерно девочкой, комсомолкой и отличницей. Точные науки для нее оказались тьмой, поэтому сдавать экзамены приходилось хитро. Климова умудрялась подкупать учителей шоколадками, цветами, а где-то просто добрым словом. В коллективе девушка была более чем приветлива. Во время поездок в лагерь вместе с классом Катя начала выступать в театральных постановках. С тех пор и зародилась мечта о большой театральной сцене. После школы мечта начала постепенно осуществляться, когда Климова без провала поступила в Щепкинское училище, которое окончило в 1999 году. С красным диплом. Актриса вспоминает, что тогда она ощутила себя в своей среде. Первый курс училища стал веселым началом творческой карьеры. Тогда студенты на парах изображали кошек и собак, имитируя поведение зверей. Проходящие мимо зеваки заглядывали в окна аудитории, их очень забавляло такое зрелище. На выпускном экзамене Екатерины Климовой досталась роль в постановке романтики. Девушка выступала в старинном платье, которое долго пылилось в закромах малого театра. Артистка решила, что не сможет выйти в таком наряде, поэтому ночами перекрывала платье и украшала бисером. После учебы в Щепкинском Екатерина Климова отправилась на работу в театр российской армии, где сразу же сыграла Десдемона в спектакле «Отелло». За работу в постановке Климова была удостоена премии «Хрустальная роза» Виктора Розова. Помимо этой работы Екатерину задействовали в спектаклях «Скупой», «Много шума из ничего» и многих других. Первой ролью Екатерины Климовой в кино в 2001 году стала Жанна Далябре в фильме «Яды» или «Всемирная история отравлений» режиссера Карена Шахназарова. Затем и последовало еще несколько эпизодических ролей в лентах «Дальнобойщики» с Владиславом Галкиным и Владимиром Гостюхиным в главных ролях «Времена не выбирают» с Анатолием Васильевым и Аленой Яковлевой. «Московские окна», где начинающая актриса работала вместе с Игорем Петренко, ставшим впоследствии мужем девушки. Творческая биография Екатерины Климовой пережила небывалый скачок после выхода сериала «Бедная Настя». На пробы многосерийного фильма Климову пригласил Петр Штейн, у которого она играла в киноленте «Оскар». Климову сразу утвердили на роль Наташи Репниной, персонаж которой вызвал самые теплые эмоции у телезрителей. Сама Екатерина считает героиню одной из самых волевых женщин данного сериала. Безусловный успех исторической теленовеллы, которая транслировалась в 34 странах мира, повлек за собой ряд предложений в известные проекты. Екатерина Александровна в тот период снималась в сериалах «Грехи отцов», «Моя причистенка», «Каменская» и «Грозовые ворота». Очередной виток популярности актриса получила после выхода на экраны фантастического фильма «Мы из будущего» с Данилой Козловским в главной роли. Предложение участвовать в данной картине Климова получила от режиссера Андрея Малюкова, который впоследствии еще не раз доверял москвичке играть разноплановые персонажи в своих проектах. В одном интервью Екатерина признала, что это любимый режиссер актрисы. Фильм примечательный еще и тем, что Климова исполнила в ленте известный романс «За все спасибо, добрый друг». В 2012 году артистка сыграла в исторической драме «Мачик», главными героями которой стали Сергей Безруков и Елизавета Боярская. Екатерине Климовой здесь отвели второстепенную роль, с которой она прекрасно справилась. Съемки этой картины проходили в Украине. Там же в 2014 году снималась мелодрама «Влюбленные женщины» с участием данной актрисы. Вновь проявить свой талант актриса смогла в фильме «Григорий Р», роль в котором Климова назвала подарком от любимого режиссера Андрея Игоревича Малюкова. Партнерами артистки по съемочной площадке оказались Владимир Машков, Инберго Далкунайте и Андрей Смоляков. Артистка благодарна им за приобретенный опыт работы. Участие в данной картине примечательно для актрисы тем, что в первый раз она играла реального человека, который существовал в истории. Это Фрейлина Анна Вырубова, горячо почитавшая Григория Распутина. Ежегодно количество телепроектов, в которых участвует Климова, растет. Остается пожелать актрисе успеха в таком нелегком труде. По версии журнала Оксаны Федоровой «Moda Topical» Екатерина Климова является самой стильной актрисой 2016 года. Это же издание удостоило актрису «Мать четверых детей» награды «Самая нежная мама». Климова также признается, что внешность в профессии актрисы очень важна. Екатерина прекрасно выглядит, не обращаясь при этом к помощи уколов, подтяжек и прочего. Она много лет посещает одного косметолога, несколько раз в неделю ходит в бассейн, проплывая пару километров. Екатерина с самого детства любила украшения, броски и наряды, драгоценные камни. Это отразилось и во взрослой жизни. Актриса является официальным лицом испанской марки «Toos». Когда Климову задействовали в съемках сериала «Московские окна», девушка играла на одной площадке с Игорем Петренко. Молодые люди познакомились еще в училище. Катя была старшей коллеги на год. По сценарию Климова и Петренко завязался серьезный роман, который закончился свадьбой. В жизни случилось так же. Климова и Петренко, играя любовь в кадре, влюбились друг к другу. Но после окончания съемок, каждый вернулся к своим вторым половинам. Молодые люди боялись возникших чувств, будучи обязанными близкими семье. Тогда Екатерина Климова состояла в браке с Ильей Хорошиловым, от которого в 2002 году родила дочь Елизавета. Спустя год все перевернулось. Игорь никак не мог выбросить из головы Екатерину и в итоге позвонил. В тот момент отношения с супругом у актрисы стали рушиться. Когда в телефонной трубке Екатерины услышала голос Петренко, поняла, что без этого мужчины больше не сможет жить. Через месяц пара съехалась, а вскоре Климова и Петренко и вовсе поженились. В браке супруги родили двух прекрасных сыновей, Корнея и Матвея. Данный союз продлился 10 лет, а в 2014 году словно гром среди ясного неба прогремела новость. Екатерина Климова и Игорь Петренко официально оформили развод. Фактически семья распалась еще летом 2013 года. Некоторые издания утверждали, что причиной стал мимолетный роман Кати. Во время съемок картины «Любовь в Большом городе 3» папарацци застукали ее в Лос-Анджелесе с Романом Архиповым, экс-солистом группы «Челси». Екатерина Климова и музыкант сразу прекратили отношения, однако это не спасло семью. Позже в интервью девушка попросила прощения у тех, кто верил в их с Игорем Любовь и брал с них пример. Петренко в беседе с журналистом возложил большую часть ответственности за развод на себя. Еще мужчина выразил мнение, что лучше Екатерины нет жены и, конечно же, матери. Однако актер недолго оставался холостым. Уже зимой 2014 года стало известно, что молодая актриса Кристина Бродская родила Игорю дочку, которую назвали Софией Каролина. 19 сентября 2016 года пара узаконила отношения. Артисты не только поженились, но и обвенчались. А 30 января 2017 года у супругов родилась вторая дочь. Имя малышки хранится в секрете. Некоторое время Екатерине удавалось скрывать личную жизнь от посторонних глаз, но в прессу проникли слухи о романе актрисы с Гелой Месхи, которой младше девушки на 8 лет. Пара познакомилась на съемках сериала «Волчье сердце» во Львове. Сначала Екатерина не обратила внимания на высокого черноволосого парня, а вот Гела влюбился сразу. Месхи не раз утверждал, что тонул в зеленых глазах будущей супруги. Более того, произошел случай, когда актер специально плохо играл сцену с поцелуем, чтобы режиссер требовал переснять дубль. Молодой человек красиво ухаживал, и Екатерина сдалась. Влюбленные отказывались комментировать взаимоотношения, однако в июне 2015 года СМИ сообщили, что Екатерина Климова и Геломесхи поженили. 2 октября 2015 года на свет появилась дочь Белла. Актриса стала мамой в четвертый раз. Актеры долгое время скрывали лицо дочки от публики. Позже журналисты выяснили, что молодой человек делал предложение возлюбленной два раза. Первый посреди Центрального парка Нью-Йорка, а второй на Эйфелеево башне. Впервые супруги появились вместе публично только в июне 2017 года на закрытии Московского кинофестиваля. В том же году хотели слухи, что пара на грани развода, но Катя и Гелла не стали комментировать подобные заявления. Муж и жена продолжают наслаждаться друг другом, расти детей и оберегать семью от завистливых глаз. Интересно, что в 2016 году Екатерина Климова, Геломесхи и Игорь Петренко снимались вместе в криминальном сериале под названием «Черная кошка». Многосерийный фильм снят по уголовному делу банды «Черная кошка», орудовавшей в Москве в 1950-53 годах. Игорь исполнил роль капитана милиции Гелла, главаря банды. Екатерине досталась роль бывшей жены майора Шейна. По сюжету между Петренко и Месхи случилась драка. Позже в интервью Гелла признался, что очень уважает бывшего мужа Екатерины. Нынешний супруг Климовой отметил профессионализм игры и порадовался выпавшему шансу поработать вместе с таким именитым артистом. Поклонники Екатерины Климовой следят за любимой звездой в соцсети Instagram. Женщина часто радует фанатов личными и рабочими снимками. Пользователи сети не раз отмечали, что звезда умудряется прийти в форму после родов в рекордные сроки. Любимыми местами отдыха Екатерины являются Бали и Барселона. Еще актриса предпочитает прыгать с парашютом, летать в параплане и гонять на мотоцикле. Субтитры создавал DimaTorzok